Начало всех начал. Православные всего мира сегодня отмечают большой праздник – Благовещение. В церковном календаре он отмечен как двунадесятый. О чем это говорит и какие традиции следует соблюдать 7 апреля, смотрите в репортаже Анастасии Путинцевой. Более двух тысяч лет назад Деве Марии явился Архангел Гавриил. Он принес ей благую весть. Она родит Спасителя всего народа. Богоматерь со смирением приняла благодатную весть. Так Благовещение стало первым шагом к спасению и искуплению. Праздник напоминает нам, чтобы и мы в своем сознании, в душе вновь и вновь прочувствовали. Да, Господь от нас ждет ответа такого же, как Матерь Божия. И раба Господня, да будет по глаголу Твоему. И вот ее смирение, готовность и служить в семью роду человеческом. И тогда, и сейчас, и сегодня, и потом будет продолжаться это. Когда и придем в мир иной, и там Матерь Божия имеет такое, скажем, у Бога данное ей привилегии в том, что она может помолиться о том человеке, кто уже не сможет ничего сказать в оправдании своим грехам. А если бы он молился ей, просил ее, почитал себя, как сын или дочь матери Царицы Небесной, она тогда из-за него может слово это замолвить и на суде Божьем. Вот он упование простирается. И в этой жизни мы получаем помощь. И в будущие веки тоже. Потому что жизнь, она быстро проходит земная. И мы придем куда? К Богу. Все мы хотим прийти в Царство Небесное. Утро многих православных началось в храмах. Приходят помолиться, поставить свечку и порадоваться благой вести о спасении. Я вот тоже сегодня пришел в храм и случайно узнал, что Господь мне тоже, я удивлен, что сегодня такой вот великий праздник Благовещения. Я считаю, что это очень большой праздник. Это тогда, когда именно Архангел Гавриил известил Марии Богородице благую весть, что радовайся, благодатная Мария, Господь с тобою. Верчане с праздником. Сегодня праздник Благовещения Пресвятой Богородице. Сообщили радостную весть ей за ее смирение, за ее, как говорят, Пречистую Матерь Божию нашу. Благодарим за это. Этот праздник – начало нашего спасения. Родила она нам Спасителя. Праздник великий, радостный. В народе с праздником Благовещения связаны немало примет и обычаев. Самая популярная – птица гнезда не вьет, девушка косы не плетет. Вообще большой праздник, полагаю, весть. В церковь нужно сходить. В этот день просто работать не надо. Надо именно празднику посвятить себя. Сходить, свечи поставить, помянуть всех, как говорится. Добрые дела всегда делать нужно. И в праздник, и не в праздник. В Благовещении снисхождение делают с упастящимся запрещен тяжелый домашний труд. Конечно, в этот день есть еще и послабление в посту. Когда по строгому уставу монастырскому рыбку даже не вкушают. В течение поста всего. А на этой седмице, до праздника, до Благовещения разрешается вкушение рыбки. Кто какой поймает, кто маленький, кто большой, какой порадуется сам, других порадует. И в праздник вербинного воскресенья, два таких момента бывают. Поэтому праздник, Благовещение для всех, для нас радостное событие. Это начало нашего спасения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова